Итак, вы хотели строительство. А строительство не получается? Почему? А потому что ценники у нас на лес какие-то космос такие. Очень даже интересные. Да-да-да-да-да. Я не совсем понимаю эти ценники, потому что, ну, как бы, я же верю в нашего президента. Он так и сказал. Вы там что, с головой совсем продружились, что ли? То бишь, когда вам выдают бешеные ценники, вы должны понять, что есть место, где цены на лес не такие уже большие. 16 тысяч рублей за кубометр. А где мы находимся? Прямо за моей спиной нулевой выезд из города Магнитогорск. Не видите? Вот, пожалуйста, написано. Ноль. Из города Магнитогорск. То есть до города Магнитогорск в сторону Челябинска. Это ровно 5 километров. С моста и вот сюда. Видите? Монтажник. Ну, это уже немножко все по-другому случилось. То бишь, мы в свое время делали этот материал про замечательный склад леса. Поверьте мне, ничего не изменилось. То есть стало еще круче и интереснее. И та же самая цена. 16 тысяч рублей. Я так прекрасно понимаю, для человека, который занимает строительство несколько кубометров, так это же тоже необходимо? Или вы приедете сюда и здесь выберете то, что вам нужно? При этом мы вам сейчас покажем, какой здесь лес. То, что я расскажу, больно ударит по продавцам древесины. Почему больно? Потому что написать можно многое. Но я очень сомневаюсь, что из ангары лес везется сюда. Дорогой лес получается. В такую древесину еще и доставка входит. Да и честно, у нас леса хватает. Кроме всего, чем древесина распилованная отличается? Высоким содержанием влаги. Ее даже не сушат. Чем больше влаги, тем лес ценнее для продавца. Но такая древесина вам не нужна. Зачем покупать то, что при обсушке свернется? Этим грешат все распиловщики. Точнее, это ихние удовольствия, а ваши проблемы. Вот так здесь лес сушится на Челябинском тракте 79. Сушильные камеры здесь работали всегда. Никому не нужно продавать влагу. Здесь за этим смотрят. Говоря в образе моих лучших 90-х, здесь за базар отвечают. Чтобы вы ценили качество. А цена приятная для всех. И почему бы вам сюда не заехать? Теперь этот лес для вас, горожане и гости Магнитогорска. Отличная, сухая и качественная древесина. Такой нет нигде. В городе точно. А какие пилы-то? Новенькие. Вы должны понять. Берите штанги или проверяйте. Здесь работа на результат. Доехать в принципе просто. Даже на квартиру, на однокомнатную. А это три куба. Но выбирая качество за грамотные деньги, мы экономим. А результат. Вот каков результат. Полы из сушеной древесины не вспучиваются. В принципе, при дополнительной обработке, ничто не сможет повредить. Дерево. Ни мыши, ни насекомые, ни пожар. Ну и если не сгорает все подряд. Сухая, легкая, прочная доска. Вот то, что нужно. Цена идеальная. Вы найдите такую то. Мало того, просто купив метр сушеной доски, пройдите по всем, кто продает. Стройматериалы. Пройдите и убедитесь весь. Да нет такой нигде. Лучше заехать на Челябинский тракт 79. Кроме всего прочего, тот, кто хочет трудиться в этом коллективе, пожалуйста. Вас заберут из города и доставят обратно. Есть автобус. Для меня, в принципе, смотаться в день по 50-ку можно и на велосипеде. За какую сумму? От 30 тысяч рублей. И выше. В принципе, вы дышите лесом. Потому что это и есть распиловка. Мне это нравится. Это дает вам природа. Лес. А не то, что находится внутри. Иногда, честно я вспоминаю молодость. И вы знаете, используя последние достижения науки, можно себе построить дом, устойчивый к землетрясению. До 9 баллов по шкале Рихтера из дерева и пенопласта. Конечно, надо понимать, что пластик тоже рулит. Но соединив то, что мы умеем, используя только качество, наши дома простоят дольше. Теперь про комбинат по переработке древесины. Вот он, перед вами. По сути, вы можете купить по оптимальной цене ту самую возможность использовать отличную, сухую и качественную древесину на Челябинском тракте 79. Да, господа мои, да. Если мы вам... А мы вам и будем дальше показывать, вы поймете. О том, что ехать далеко не надо. Ровно 5 километров от города в сторону Челябинска. Тут даже разворот есть. Вот там место разворота есть. Понимаете? Недалеко отсюда. Вы развернулись, приехали, выбрали то, что вам нужно. При этом вы должны понять, то, что лес готовый для вас. Он работает. Он конкретно... Мы будем говорить об исходнике. То есть он также лежит и сушится. И будем говорить о результате. И теперь, как специалист. Уж поверьте мне, как столер-плотник третьего разряда, у меня есть такая специальность. Я вам расскажу, что не каждый первый имеет такой лес в городе. Такой лес был в свое время на комбинате, когда там был док. А теперь его не существует. И единственный, у кого был хороший, качественный лес, это было АО «Монтажник». Ну, к сожалению, «Монтажник» сейчас немножко ушел. Но, тем не менее, лесораспилка здесь существует. Существует и дает вам изумительный лес. А не тот, что вам продают вот такие тараканы, которые даже не сушат лес. Они берут его и просто пилят. То есть, вы можете, конечно, купить. Но мы вам показываем, даже если это будет качественный лес, он где? Он в сушилке находится. А не просто так. Не стоит он под дождем, под снегом, под всем остальным. И это очень хорошо, кстати.